Вместо льда – татами. Олимпийская арена айсберга федеральной базы Югспорт превратилась в арену для сражения лучших дзюдоистов страны. В Сочи в эти выходные проходил чемпионат России под дзюдо спорта слепых. На соревнования съехались атлеты из 21 региона страны. Всего 98 спортсменов. Это девушки и юноши, мужчины и женщины. Возраст от 18 до 50 лет. С большим для себя удовольствием отмечаю, что появляются новые ребята, новые имена, которые дают достойное сражение. Более возрастным, более заслуженным. Радует, что есть поросль молодая, которая порой и не стесняется звонких имен. А имена участников действительно громкие. В Сочи приехали призеры чемпионата мира. Там российские дзюдоисты завоевали две золотые, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей. Ну а главная цель для каждого на национальном чемпионате – войти в состав сборной и отобраться на предстоящие крупные международные турниры. Я неоднократно был призером Европы, мира, турниров серии Гран-при. Два раза был пятым на Паралимпийских играх. Этот чемпионат России является отборочным на Кубок мира, на чемпионат мира будет проходить он в Америке, на чемпионат Европы в Италии. Ну, в принципе, я уже отобрался. Главные старты, на которые нацелены дзюдоисты с нарушением зрения – это летний чемпионат Европы в Италии, этапы Кубка мира и отборочные состязания в США. Там будут разыграны путевки на Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.